Рынки сошли с ума, мне кажется. Я не знаю, что делать. Полная неразбериха. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Что я имею в виду под полной неразберихой? Смотрите, я смотрю на индексы S&P 500, например, да, и думаю, ну что будет? С одной стороны, вроде бы, Америка включает безумное печатание денег, долларов, и все они не обеспечены, и просто так деньги с вертолета раздают всем людям. К чему это может привести? Это может привести к инфляции абсолютно, но почему-то инфляция вроде как есть, она в ценных бумагах, а в потребительских товарах вроде бы нет, и рынки растут, но это ничем не подкреплено. Вот в чем дело. То есть, компании все закрыты, фирмы закрыты, ничего не работает, а акции растут. Может такое быть, но вроде бы не может, логика подсказывает. Если нет инфляции, и цены на товары не растут, товары не продаются, то, соответственно, вряд ли фирмы могут расти. Вот такие простые рассуждения. И я постоянно читаю и слушаю различных экспертов, которые, ну, к мнению которых я прислушиваюсь. То есть, в частности, например, брокерский дом открытия. Недавно проводил вебинар, и там выступал Тимур Нигматуллин, человек, которому доверяют сотни миллионов рублей. И я подозреваю, что долларов тоже. Вот. То есть, он управляет где-то в общей совокупности, он помогает управлять активами в 2, около 2 миллиардов рублей. Вот. Ну, как бы, раз люди доверяют, наверное, надо прислушиваться. Что он говорит? А он говорит следующее, что, друзья мои, инфляции нет и вряд ли будет. ФРС совсем справится, абсолютно. В Америке все будет хорошо. Там все под контролем. И все деньги, которые печатаются, они с успехом адсорбируются в финансовой системе. Ничего. Все под контролем. И что надо покупать? Надо покупать американские активы. Они будут расти. Ну, блин. Вот у меня, как бы, с одной стороны, у меня какой-то вот, как называется, когнитивный диссонанс. Вроде слушаю, вроде понимаю, и вроде все логично, но, блин, что-то здесь не клеится. Я смотрю других. Не журналистов. Я смотрю Дмитрия Солодина, который, ну, это инвестор, он живет в Андорре и, значит, оттуда вещает постоянно. И он общается с другими тоже, значит, умными, так сказать, еще более умными, наверное, чем он. И у него мнение, что, слушайте, ну, как бы, сейчас идет, вот, недавно у него вышло видео, там, подробный обзор пятничный. Он говорит, слушайте, ну, так не бывает, так не бывает. Посмотрите, вот он, индекс S&P 500, ну, он за волновую теорию топит. Он говорит, что, да, вот, кризис, он был ожидаемый абсолютно, что это циклический кризис. Каждые, там, 11-12 лет кризис повторяется от 10 до 12 лет, там, просто он положен, и все, вынь да положь. Вот, он просто был, потому что он был. Ну, да, он наложился на коронавирус, но это, в общем-то сказать, как бы, чисто повод. Ну, да, вот так получилось. Сейчас идет перетряска всего. И что говорит Дмитрий Солодин? Он говорит, что и те люди, с которыми он общается, говорят следующее, что, слушайте, ну, да, вот, пришел кризис, значит. Значит, и вот этот вот отскок, он тоже абсолютно логичен. Это, как они говорят, волна альфа. То есть, есть волновая теория, и, значит, там вот бамс, 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 и как эти волны. Так вот, дальше он прямо вот четко, совершенно показывает, что следующая волна бета идет, волна б. Чем она характеризуется? А тем, что перед волной б полная неразбериха и хаос. Ничего логичного абсолютно нет. Рынки вроде бы восстанавливаются, все в эйфории. Да, да, все будет расти. А с какой радости все будет расти? Не будет расти. Понимаете, все. И он говорит, что будет еще одна волна коррекции. Значит, да, она будет, может быть, не столь глубокой. Но рынки могут подрасти и даже могут подрасти, ну, вот, смотрим, до, может быть, даже там 300, говорит, будет. Ну, потом обязательно грохнутся туда же, где-то до 2-400, они должны грохнуться примерно. То есть, будет вторая волна. И он это показывает на различных примерах, которые были. В частности, на Великой депрессии 30-х годов. На что, значит, ну, заочный спор, как бы, Тимур Нигматуллин тоже самое посвятил этому в своем обзоре. Говорит, ну, сейчас строят различные аналогии с Великой депрессией 30-х годов. Но Нигматуллин говорит, а в 30-х годах ФРС была крайне слабая и растерянная, в отличие от того, что сейчас у них сейчас опыт огромный. И они держат все под контролем. Вот так. Так, и поэтому Нигматуллин говорит, что все будет расти, Солодин говорит, что все упадет. Вот. И что еще? Я смотрю, и я что-то не понимаю, на самом деле, еще одного. Америка говорит, что мы, там, сказать, там понижаем ставку, то есть доллар раздаем всем подряд. Потом, значит, КУЕ, это, значит, компании выкупают долги. Я думаю, ну, раз так происходит, это необеспеченные деньги, значит, должна быть инфляция в долларах. Вот, ну, никуда не денешься, она будет. Я же помню, какая у нас была инфляция. Дмитрий Солодин обсуждает там с экспертом, будет ли инфляция или нет. И он говорит, что а инфляции-то не будет. Инфляции нет в долларах. И единственное, чего надо бояться, это дефляции. Вот, ребята, а дефляция это еще хуже намного. Я этому хочу посвятить отдельное видео, выпуск, что такое дефляция. Потому что мы знаем, как жить при инфляции, а как при дефляции жить, вот это вот кошмар. И что говорит Дмитрий Солодин, что, ну, дефляция, это деньги печатаются, деньги выпускаются, деньги даются кому? Банкам или крупным, там, финансовым компаниям, BlackRock'у какому-нибудь или еще. Кому-нибудь для чего? Для поддержки рынка. А что они делают? Они, значит, ну, вроде как выкупают там плохие долги компании, выкупают долги казначейские. Но, в общем-то, деньги по программе КУЕ, они остаются в системе, они не идут потребителям. Потребителям деньги идут простым, значит, там, но не в таких масштабах, каких печатаются. Поэтому и нет инфляции. А потребители ничего не покупают, поэтому, скорее всего, цены, говорят, будут снижаться, а не повышаться, потому что у компаний затоваривание. И там будут освобождать склады, тем более, что долги всем прощают, там выкупают плохие долги и так далее. Ну, к чему это ведет? Это ведет к какому-то периоду дефляции и стагнации в экономике, что очень похоже на правду. Потому что, скорее всего, экономика расти не будет. Кроме того, компании растут, а дивидендные выплаты сейчас массово отменяются. Говорит, будет волна B, говорит Дмитрий Саводин. А вот инфляции не будет, будет дефляция. То есть, все деньги, которые печатаются, они сейчас оседают в финансовых структурах и в кэше, которые готовятся к волне B и, соответственно, будут ее выкупать. Поэтому можно не торопиться покупать акции, говорит он, ну, по чуть-чуть разве что. Вот так. И где здесь истина? Я не знаю. Мы-то простые смертные, которые очень мало чего понимаем в этой жизни. И еще я смотрю телеграм-канал Евгения Когана, Бит Коган так называемый. И, ну, наверное, к мнению евреев стоит прислушиваться, тем более, что это инвест-банкир. И, в общем-то сказать, но очень здорово совпадает как бы по подход его с моим. Он как-то, ну, вот в резонансе мы с ним очень интересно. И поэтому я тоже к его мнению прислушиваюсь. И вот он анализирует, у него там масса проектов всяких в телеграме. И, ну, он говорит, что, слушайте, ну, что будет после коронавируса? Ну, какие-то страны будут там развиваться, какие-то слабее развиваться. Он говорит, Индия. Блин. Вчера слушал Дмитрий Черемушкин. Дмитрий Черемушкин говорит, аэропорты сейчас будут открываться. Надо покупать акции аэропортов или авиакомпаний, которые сейчас совсем-совсем ничего не стоят. Но аккуратненько. Вот. И тоже в этом логика есть. Ну, еще там Черемушкин говорит, например, покупайте валюту. Он покупает валюту сейчас. Причем швейцарский франк. Он больше покупает, ну, в качестве просто валюты. Тем более, что она дешевая. Коган, ну, не знаю. Как-то к валюте, ну, более-менее. А другие говорят, что валюта, что, в общем-то, ни о чем. Она же дивиденды не платит, прибыли не дает. Вот. Я к валюте точно так же отношусь. То есть, мне валюта малоинтересна. Мне интересны активы, которые растут. Поэтому я валютой не интересуюсь. Если кого интересуют доллары. Ну, сейчас он очень дешевый. Уже вот 68 рублей за доллар. Кто-то говорил, что 72 рубля за доллара там надо брать. А доллар уже 68. Друзья мои, если вы успели взять, я вас поздравляю. Вот. Черемушкин говорит, что надо брать по чуть-чуть. Вот. Коган сказал. Индийские компании. Блин. Вот такая неожиданность. Вот. Ну, во-первых, значит, все однозначно говорят, что после коронавируса будет повышенное внимание к различным биотехнологиям, к различным медицинским компаниям, к фармацевтическим компаниям. Поэтому давайте посмотрим на мой портфель прямо сейчас именно на бирже СПБ, который в долларах номинирован. Вот. У меня он тоже не такой маленький. Вот. Вот сейчас вы его видите. Значит, смотрите, еще раз векторы. Индия, Китай, значит, будет развиваться. Ну, Америка, понятно. Америка очень хорошо платит дивиденды, надо сказать. И давайте посмотрим. На мои акции я готов рассказать об этом. На первом месте у меня стоит по проценту активов Сина Корпорейшн. Это китайская компания, которая очень сильно упала в свое время из-за торговых войн. Ну, я ее купил по дешевке. Она с тех пор еще сильнее упала. И, соответственно, я думал, что она будет подниматься. Я где-то ее вот здесь вот купил. Ну, она еще упала. Короче говоря, в общем, все весело. С этой компанией. Здесь, к сожалению, график не полный. Я не могу его... А, нет, вот он. Вот. Она стоила когда-то 84 доллара за акцию. 84 доллара за акцию. Здесь вот она недавно появилась. 84 доллара за акцию была. Потом еще упала. И вот где-то здесь я... Все-таки где-то вот здесь, наверное, я ее купил. Ну, вот дальше она болтыхается и никак не может подняться. Я ее держу. Вот. Дальше. Пфайцер. Крупнейшая фармацевтическая компания. Правда, у нее сейчас есть некоторые трудности. Судя по всему, она будет делиться на две компании. Ой, какие объемы тут. Вот. Ну, вот Пфайцер я держу. Пфайцер чем хороша? Тем, что... Или Пфизер. Я не знаю, как произносить. Я произношу Пфайцер. По-английски. Вот. Немцы бы сказали Пфизер. Судя по всему, это немецкого, ну, как бы, потомок немцев. Вот. Вот. Они очень хорошо платят дивиденды. Очень хорошо. И даже сейчас, когда у них трудности, они заплатили дивиденды. Вот. Мне уже несколько раз приходили дивиденды. Я их давно держу. У меня было в этой компании больше двух тысяч. Две с половиной? Что? Две тысяч четыреста долларов было. Недавно я, вот, когда она выросла, я ее частично продал наполовину. То есть, вот. Дальше. Мэйсис. Знаменитый. Но о Мэйсис ленивый только не говорит. Это сеть супермаркетов, гипермаркетов, которая, в общем-то сказать, очень сильно пострадала. Но это крупнейшая американская сеть гипермаркетов. И что они сделали? Недавно они объявили о масштабном сокращении. То есть, уволили огромное число служащих, закрыли часть. То есть, короче говоря, провели реорганизацию компании для того, чтобы уменьшить расходы компании. А доходы, ну, сейчас будут открываться после коронавируса все торговые центры. И я надеюсь, что Мэйсис начнет расти. Вот. И я ее на низах купил. И, в общем-то сказать, вот посмотрите, ну, говорят, что когда начался рост вот компании, на минимуме можно было купить ее в районе 5 долларов за акцию. И она уже, так сказать, до 8, то есть, сколько там, 60% выросло. Вот. Я не знаю, сколько на 60 вроде, да, получается. Мэйсис. Ну, такой колоссальный рост, я думаю, хорошо, надо купить. Дальше. Алексион Фармацевтиклс. Очень интересная компания, инновационная, фармацевтическая, как вы понимаете. Занимается разработками навешивших лекарств. У нее огромный потенциал роста. Она у меня присутствует. На сумму примерно 230 долларов. Ну вот, дальше у меня уже примерно сбалансированы, примерно одинаковые, вы видите, активы. Значит, там, 4-3, значит, в портфеле доля. То есть, вот эти вот, Sino Corporation и Pfizer я буду уменьшать, а вот эти, соответственно, увеличивать. Другие какие-то компании. Компания Nike. Компания Nike. Очень хорошая компания. Говорят, что, ну, вряд ли она будет падать. То есть, это компания, которая вот в кризис мало падает, в периоды бурного роста мало растет. Поэтому, ну, это хорошо, как, ну, такой потребительский сектор. Он у меня присутствует на 200 долларов. Я недавно сократил эту позицию, потому что у меня было на 400 долларов, но я ее сократил. Итак, смотрите. Вот это вот все американские компании. Первая китайская компания. Дальше. Читаю Когана. И он говорит, Индия будет расти. И в Индии самая крупная компания Tata Motors. Автомобильная. И индусы ездят и будут ездить. Очень дешевые автомобили. Говорят, будет расти. Хорошие показатели. Не знаю, короче говоря. Я просто взял и купил Tata Motors. На сумму не помню сколько. Потому что она уже выросла. Выросла, посмотрите, я купил ее по 5.82, сейчас она 6.60. То есть, на сколько она выросла? На больше 10% буквально там за, ну, меньше, чем за неделю. 6% это очень здорово. То есть, и здесь я не жалею. Тата Motors я купил. ТЦС Холдинг. Тиньков. Тиньков падал очень сильно. А потом я его купил, когда он упал. А он взял и упал еще тут у Тинькова. Болезнь обнаружилась. В общем, так сказать, веселая. И, соответственно, там на Тинькова наезды всякие были. Короче говоря, он упал. Но по финансовым показателям Тиньков в очень хорошем состоянии. Почему он здесь на бирже СПБ? Потому что, когда я его покупал, его на московской бирже еще не было. Только через СПБ можно было купить. Это он торгуется на лондонской бирже. Ну, ничего страшного. Через СПБ-площадку можно купить на москбирже. То есть, пока он у меня в убытке. И он у меня на 182 доллара сейчас. Но был, так сказать, там долларов на сколько там? Ну, 240, наверное. Вот. Хьюлит Паккарт. Хьюлит Паккарт – это принтеры, компьютеры и так далее. Почему я купил компанию Хьюлит Паккарт? Потому что, ну, во-первых, у нее очень интересное там было состояние. И Хьюлит Паккарт эту компанию пытался поглотить компанию Ксерокс. И там какие-то бодания были. Я думал, что, может быть, они купят ее по завышенной цене. Это с одной стороны. То есть, ожидался достаточно большой рост. Но сделка не состоялась Хьюлита с Ксероксом. Поэтому Хьюлит там, ну, продолжает искать себе, не знаю, инвесторов или еще что-то. Мне нравится Хьюлит, потому что самые лучшие принтеры, наверное, лазерные – это Хьюлит Паккарт. Они самые надежные, самые выносливые. И по себестоимости, я же занимался полиграфией, я знаю, что по себестоимости принтеры Хьюлит Паккарт – но самые лучшие, на самом деле. Вот. У меня сейчас стоит Хьюлит Паккарт четвертого поколения. По себестоимости он самый лучший. Вот. Ну, правда, сейчас мы недавно Бразер купили, японский. И, кроме того, вот сейчас я буду монтировать это видео на компьютере фирмы Хьюлит Паккарт. Я последнее время смотрю на компьютеры, и по всем параметрам, там, быстродействие, объем памяти, графический процессор. Что меня интересует... Я просто покупаю компьютеры по параметрам, не смотрю на модель. Блин, ребята, Хьюлит Паккарт. Я купил себе Хьюлит Паккарт. Сначала один, не жили, потом отдал дочери, купил себе побольше, но стал денег больше зарабатывать. Купил другой себе. Вот. Сейчас только что для жены купили тоже Хьюлит Паккарт. Ну, вот объективно просто смотрю по показателям Хьюлит Паккарт лучше, но я решил купить Хьюлит Паккарт. Следующая компания, которая у меня есть, это Cisco Systems. Ну, во-первых, открытие рекомендуют покупать Cisco Systems. Вот. И, ну, это огромная компания, так сказать, там, занимается поставками какого-то электронного оборудования для телекоммуникации, для Big Data, по-моему. Ну, короче говоря, вот компьютерную, вернее, электронику производит и очень мощную, на самом деле, поэтому Cisco Systems просто у меня есть, как представитель сектора электронной промышленности. Вот так. Следующая снова, Reata Pharmaceuticals. Тоже прочитал обзор где-то на, по-моему, СПБ, что очень перспективная компания. Ну, взял. Взял, как вы понимаете, немного ее, там, на 137 долларов. Ну, вот она сейчас внизу. Но это фармацевтическая компания, которая разрабатывает нечто уникальное. И здесь возможен взлет. Вот. Поэтому, ну, почему нет? Вот. И Xilinx, я тут как-то сказал, что это тоже фармацевтическая компания. Меня поправили, что это компания, которая производит чипы, то есть тоже электронику. Ну, вот она у меня есть совсем на небольшую сумму. Вот. И посмотрите, здесь у меня ликвидационная стоимость 4805 долларов, то есть на примерно 5000 долларов. И у меня вот здесь вот мы видим, что в заначке, в кэше 630 долларов. То есть я могу еще выбрать какие-то компании. Во-первых, здесь уменьшить долю Cine Corporation. Я ее уменьшу, когда она подрастет, Pfizer уменьшу. И добавлю вот из этой компании, то есть я тогда сбалансирую вот этот портфель. Ну, и кроме того, не забываем, что у меня есть еще облигация. Россия 28 тоже валютный актив. Вот она. Тоже будь здоровчик. То есть, в принципе, валюта у меня представлена в портфеле. И она, я надеюсь, что вырастет, так сказать, долларовые активы у меня есть, не только рублевые. Но сейчас я очень активно занимаюсь на срочном рынке опционные стратегии. Но это не тема данного выпуска. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, что вы думаете по поводу текущей ситуации. Напишите, пожалуйста, чье мнение вам ближе, что будет рост, будет падение или будет стагнация. Напишите, пожалуйста. Мне очень интересно ваше мнение. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Продолжение следует...